В этом ролике мы хотим вам показать, как делать домашнее масло из домашней сметаны. Магазину мы не пробовали, поэтому я не знаю, как выходит из магазина сметаны. Пробуйте, экспериментируйте. Мы делаем из домашней сметаны. Сметану мы ставим в теплое место. Все это купили сметану, ставим ее в теплое место, чтобы она была как минимум комнатной температуры. Желательно поставить ее на грелочку, на плиту, если есть. Не больше температуры тела, чтобы она была горячая. Да, чтобы не перегреть. Емкость для сметаны нужно брать в половину больше, чем самой сметаны. То есть у нас полторы литра сметаны, трехлитровая банка. Литр сметаны также выливаем в трехлитровую банку. Из одной литры сметаны выходит от 300 до 450 грамм масла. В зависимости от жирности сметаны, от качества сметаны. Осторожно сразу, потому что когда начнете взбивать, выделяются газы и поднимается крышечка. Может вырвать. То чуть-чуть повзбивал, полминутки. Чуть-чуть открыли, чтобы спустить газ. Вот эта тряпочка, она для того, чтобы брызги не выливались, а просто оставались в тряпочке. Для чистоты рук. Да, для чистоты рук. И желательно взбивать на мягкой поверхности. Это может быть подушка, если у вас нет такого кресла. Это может быть любая подушка. Подушка. Подушка с дивана, подушка, на которой вы спите. Вот такими движениями, чтобы оно там бопалось. Вот он. Держите уголочком банки. Если будете бить не сильно, оно никуда не делится. Вот уже газы выделились. Время от времени вот так спускаете газы. Буквально 2-3 раза, потом газы больше не выделяются. И вот примерно времени на вот эту баночку. От минуты до 5. От минуты до 5. Смотря какой температуры. Сметанка. Потом мы дальше как забьем, покажем результат. Вот прошла минута ровно. Сметана взбита. Видите? После того, как она начнет браться вот такие комочки, нужно еще с минутку позбивать буквально. С минутку, чтобы хорошо сбилось масло в куче. Там даже не с минутку меньше, конечно. Но не перебейте, потому что оно обратно сделается такой массой, как и было. У меня были такие случаи. То есть много, чтобы там отделилось масло. Теперь мы берем мисочку из готова. Выливаем мисочку. Все дело практики. Вот в сборе сметаны это все дело практики. У нас в семье этим занимается обычно муж. И вот в последний раз я собирала, когда его не было дома. Я скажу так. Нужно наловчиться, приловчиться ко всему этому. На самом деле. Но при этом тогда у вас домашнее масло. Вы точно знаете его качество. Ну вот делаем примерно вот так. Порционно. Желательно его немножечко упрессовать, чтобы не было между ними... Кто-то делает в воду. В воду. Вот берет вот так вот. Потом выкладывается в холодную воду. Только потом достается. Но мы практиковали, что в воде оно потом становится таким... Когда... Крошащимся. Мажешь на хлеб, оно да. Крошащиеся. Лучше без воды вот так вот просто собираете. Комочек рукой тут сдавливаете, чтобы выпустить весь воздух. Между маслом можно вот так. Вот. И вот так вот в морозиловку. У вас будет домашнее. Вкусное, полезное масло. Дкроп. Дорога там было. У меня нету. У меня нету. У меня нету. У меня есть троуска. Продолжение следует...